всем здорова сегодня ко мне в гости приезжали представители одной компании и оставили на пробу несколько материалов это для нашего украинского рынка делается я сам выбрал то что никак бы из интересного попробовать это быстрый лак у которого сушка 10-15 минут в камере либо же инфракраска там 8 минут наносится как бы в полтора слоя но с таким с промежутком мне сейчас есть крыло одну я на нем собственно это пойду попробую интересно как он себя ведет вообще по после сушки по полировке насколько действительно быстро высохнет как он наносится как он блестит все нюансики я уже близок к тому чтобы сделать итоговое видео по массовым пробам лака определился для себя новый лак выбрал у поликлеру а это как такое найти можно пустить параллельно как разбавление потому что быстрые лаки они в принципе сами по себе них рена не дешевле нормально по прозрачности у этого же цена в рознице что-то около двадцатки то есть это недорого за быстрый лак попробуем посмотрим сравним дадим свою оценку я его в принципе сейчас нанесу лишь у сушку камеры и сегодня же и от полируем попробуем у меня в камере поменяны фильтра поэтому мусор неизбежен на новых фильтрах будешь что популировать ненавижу вот эти пробки они как бы типа пломбу делают на самом деле это понты для приезжих так смешивать будем два к одному четкие рекомендации того что без разбавителя очень важно есть еще и грунт от этой компании на стакан лаковый так 100 миллилитров не хватит я думаю без разбавителя ну и хорошо лачок у нас прогретый тепленький давить будем через в ску с дизой 1 и 5 еще кстати из интересного эта контора у них много вот таких вот вещей я купил подставку для грунтовочников очень удобно с ними пообщался они дадут прайс нового года запускается интернет-магазин где все это будет надеюсь будет интересно если что будет полезно обязательно об этом скажу покажу итак приступим первый слой мне сказали наносить не полный но закрытый спробуем диза 1.5 да жиденький лачок жиденький жиденький теперь минут пять семь но поскольку деталь горячая после сушки минут пять не больше и полный наношу так давайте попробую ну он еще открытый как ни странно но уже больше пяти минут прошло этом отвлекся будем валить еще еще грей надо как-то нарисовать все и все и 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 с и и и и это Но он долго открыт, ему пофига. Но ничего страшного, сейчас доделаем. В принципе, то, что лак долго открыт, это хорошо. Это значит, мы спокойно... Я смешаю ещё столько же. Значит, мы спокойно сможем сейчас вернуться и доделать. Всё, что мы хотим доделать. Да, я именно вот так могу смешивать лаки, потому что нормальный лак, он пока в стакане плюхнулся, и через сито пролился, он уже смешался. А пока я дойду до камеры, он уже будет готов. Должен быть готов. Заходим и продолжаем. А в принципе, вы знаете, он так неплохо смотрится. Вот так вот сделаем. Потечёт, не потечёт. Так, ну вот старинку вижу одну и вторую. Уже есть, что полировать. Всё. Всё. Теперь, что мы, значит, сделаем? Ах, я в кепке для того, чтобы камеру туда цеплять. Что мы, значит, сделаем? Пошёл я мыть пистолет. Сказано так. Моешь ствол. Камера пусть дует, обдувает. И потом выходишь, включаешь сушку. Сушка разгоняется 10 минут. И можно выключать сушку, выносить и сразу начинать полировать. Что мы сделаем? Именно так мы и сделаем. Валим. Давайте глянем. Сейчас такая включается сушка. В камере двадцатка. Иди сюда. Я ещё не домыл второй ствол базовый. Ну, по времени в аккурат прошло до 10 минут. Как себя чувствует лак? Лак жирный, липкий. Выглядит шикарно. Но одно но. Со старта шагрением нарисовать будет сложно. Ничего нигде не потекло. Это уже хорошо. Ну, есть пару соринок наверху и на арке. Будет что подточнуть. Камера разгоняется примерно до температуры 40 градусов в районе 4-5 минут. Поэтому в любом случае пройдёт больше 15 минут, пока тут будет реально нормальная температура. И отсчёт времени я начну с того момента, когда в камере будет 40. То есть 10 минут после того, как в камере станет 40. Есть. Саракет поднялся. Прошло 5 минут. Он ещё открытый, липкий. Что-то меня берут сомнения, что за 10 минут при такой температуре, ну, она чуть ещё будет подниматься, он сможет высохнуть. Ой, берут сомнения. Хотя, в общем, выглядит, знаете, так неплохо. Ну, у быстрых лаков есть такой прикол. Просто если бы я первый раз в жизни пробовал быстрый лак, я бы прям совсем бы сказал, что нет, не высохнет. У них есть такой прикол. Он открытый, открытый, открытый. Потом херак, и он сухой за 2 минуты полностью. Причём сухой. Пойдёмте смотреть. Прошло 20 минут. Я тут в промежутке заходил, щупал. 20 минут, он наконец-то закрытый. Теперь оставляем его... Не рискну я, честно, не рискну. Со старта вот так его идти тереть. Оставляем, пусть естественно остынет. Это ещё примерно, ну, может полчасика. И тогда вынесем, будем полировать. Потому что от дешёвого лака как бы что-то сильно требовать... Ну, я думаю, нельзя. Есть что поточить. Тут соринка. Тут две соринки. Тут соринка. Тут что-то... Вот ещё, что плохо от долго открытых лаков. Тем, что вот когда я уходил, я реально из того, что видел, это вот эту сорину. И вот тут две сорины. А сейчас я вижу ещё. Ну, тут уже совсем махонькая, крохотная какая-то. Вот тут крошечка, крошечка. То есть не при лакировке упавшая, а уже после. Вот тут. Вот тут крошечка, вот тут. То есть это то, что уже сыпанулось в процессе сушки. Вот такой вот минус у тех лаков, которые долго открыты на отлип. Ну что, попробуем точнуть лачок. Прошёл час. Он у меня просто остывал. Я занят был. 1200-1500. Ковакс. Таликаты. Таликаты. Ну, в принципе, трётся. Ну, как бы и должен тереться всё-таки. Быстрый. Ну, как бы и должен тереться всё-таки. Вот так вот. Далее. Продолжение следует... Как ни странно, замечательно трётся, я ожидал худшего. Где-то тут ещё было. В принципе, из того, что упало во время сушки, это вот эти и вот тут, верхние. Вот эти были при лакировке, я их видел. Ковакс 2000. Зелёный. Достаточно неплохо. Кстати, ещё есть новостей. Сегодня приезжал Виталик, технолог Мирки. Показывал, со следующего года в продаже будут у Мирки один в один, как ковакс листочки. Как-то там по-своему называется, но выглядят полностью одинаково. Крепуха абсолютно одинаковая. Потом после нового года будет обновление у Мирки некоторые. Сейчас-то подотираю, будем полировать. Продолжаем начинать. И тут три сарины уже полирнул. Полируется лачок хорошо, адекватно. Он высох. В принципе, нормально всё. Мы тут проводим аналогию с другими быстрыми лаками. Ну, где-то, в общем, рядом. Он уже за полтора часа после лакировки подупал. Появилась небольшая такая. Не знаю, как получится посмотреть в камеру или нет. Ну, если в лампу так чётко всматриваться. Очень похоже на американцев, которые приходят. Вот эта вот сетка американская. Вся Америка с похожим геморроем. Не знаю, как он себя дальше поведёт. Но пока что так. Если он дальше себя никак не проявит в плане усадки, будет хорошо. То есть это нормальный результат для быстрого лака. Это ещё и за эти деньги. Я посмотрел по прайсу. У него розница 22 евро. Пробуем. Сейчас покажу, как полируется. Кстати, тоже из-за того, что из нового... Как этот? Картек, да? Где она? Да, Картек. Картек дали два пробничка. Такой и такой. Это другая компания. Интересные пасты. Мы проводим аналогии с автомэджиком. Но они дороже, чем автомэджиком. Но работают хорошо. В принципе, наверное, возьму себе большую баночку. Вот 3000 пока что зашла. Щупаем. Есть также от Картека микрофибра. Но что-то они не зашли. А вот звизоровская микрофибра прямо у нас прижилась. Работает хорошо. За свои бабки так вообще хорошо. Кто-то так проверен. Это от поиск. Это от поиск. Н хотите. От поиск. Продолжение следует... 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 Короче, будет о чем поговорить Всем пока